шалом приветствую всех в это воскресенье молитва об иерусалиме вот сейчас готовимся такому важному такому мероприятию знаменательно что это как раз вот получается как продолжить такое праздника праздника поставления кущей который есть прообраз будущего вот и уже несколько лет подряд на счет удивительным таким ну просто чудесным образом да христиане так консолидируется вокруг израиля иерусалима и год на праздник куща суккот приезжают христиане разных конфессий динаминаций в этом году было тоже я не помню сколько там но достаточно много христиан разных стран с разных народов вот и это как некая репетиция того что будет при мы говорим пришествии уже иисуса христа и машеха его возвращение как раз именно написано что на праздник суккот на кущи кущей поставления будут из года будут приходить со всей нашей земли со всех народов люди мнение господу богу вот и даже написано что те народ представители которых не придут суккот праздник господний что почтить этим самым господа до дождя даже написано то есть даже будут такие видимые знамения в то время в тысячелетнем царстве то есть проблема антисемитизма еще даже останется это наверное последний из проблем который останется в человеческом роде еще вот но даже при тысячелетнем царстве уже по пришествии иисуса христа казалось бы да но это зараза такая низ чем по-человечески вообще нескоренимы че грех как таковой неискореним ски только лишь бог может это сделать потому бог во христе примирил с собой мир вот не в меня их и дал нам слова примирения вот поэтому господь и заплатил такую страшную цену за грех за всех нас заплатил страшную цену своих своей жизнью душу свою за нас положил кровушку за пролил вот так вот вот и как некая как я говорил да выше что праздника суккот это день молитвы за иерусалим в иерусалиме международный уже день уже вот он проходит каждый год с 2002 года на вот это день объединяет день молитвы объединяет верующих но всех фактически существующих в христианстве направлений номинации в том числе и их вот православных христиан вот но в частности вот наша церковь реформаторская церковь христа в иерусалиме в израиле в самом насчет есть я про который тоже присоединился в сша православной церкви некоторые присоединяются в частности харизм чёрч и представители разных патриархатов в частности вселенского патриархата вот но уже покойный правда уже на счет и все вести фанопулос на счета с миром арбича к сожалению уже до ушел в вечность этот священнослужитель но этот священник как бы обеими руками как раз вот за вот эту молитву и как бы один из инициаторов в сша их молитв потому что до 2002 года подобная практика в частности в америке во многих вот об этом джон хаги пишет постоянно пишет напоминает верующим тоже есть предыстория некоторые такую напоминаю что пастор джон хаги это председатель международного брат христиане за израиль называют вот и я надеюсь устрою смотрит такие личные тоже встречу знакомство личное вот и но даже лично мы не видимся до для слова нет ни уст не расстояний не преград никаких языковых там культурных прочее национальных богу и вот эта молитва об иерусалиме иерусалим самослаем до иерусалим подразумевает что это вот но парадоксально но именно этот город он скажу так в своей истории больше знал коробки и войн чем мир знаете ли даже миссия сам машиах об иерусалиме когда подъезжал к этому городу вот последний приезд его как раз вырус вот значит не своих даний он плакала о городе этом насчет и и даже когда женщина уже оплакивали его вот такие без на пути на голгофу насчет он тоже как бы уже одно из последних ему из земной жизни он говорил женщинам иерусалим селим ли нам говорил чтобы они плакали не как бы да насчет озеленеющим дереве да а себе и о детях о детях иерусалима до прошло два тысячелетия было и великое изгнание рассеяние это действительно очень такая трагическая история грейского народа но по милости господне в двадцатом столетии произошли эти два важных меньше геополитических чудо вот восстановление израиля возрождение независимого государства в 1940 а в 1967 году иерусалим снова стал нашим еврейским городом вот и является столицей на сегодняшний день столицей независимо возрождение этого слава богу я благодарю богу прошлого года двадцатого свободного мира президент соединён что-то дональд трамп он признал таки все-таки наконец-то вот президента до него многие клялись обе обещались но как по-русски говорят кишка тонка у многих дух и духа не хватило силы духа не хватило и там что он тоже до последнего потому что ли христиане молились именно молитвы считаю усилены молитвы американские церкви и да и по всему миру молились и мы тоже молитвы вот чтобы трампы не спасавал назад в последний момент как бывало прежде даже рейган казалось бы реформатор такой президент такой и очень такой выдающий но к сожалению даже он испугался и не смог сделать то что он должен был бы сделать но слава богу за дональда трампа что он сделал то что он должен был сделать все таки это и русско столицей возрожденного государства это историческое событие кстати было на самом деле очень и на этой молитве сегодняшний но это завтрашнего жена получается в это воскресенье мы вспоминать конечно я буду делить вот красно тут вот и благодарю бога за всех вас дорогие друзья и призываю всех очень не присоединился к этой молитве присоединяйтесь присоединяйтесь это очень важная молитва конечно мы так же я свои годах я молюсь сегодня тоже благоставляют тулу благос благоссбург 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 другие города киев львов очень много любимых на этой земле которые посещал посещаю и на самом деле молиться за эти города вот но в этом списке городов всегда номер один и первый последний мой номер всегда а это город иерусалим я знаю даже хотя сейчас я телом нахожусь здесь в туле но сердце мое там бьет в иерусалиме и благодарю это вот и просто благоставляю город иерусалим не только в этот день молитвы за иерусалим часто благоссбург 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 сегодня шаббат в субботу шалом всегда желаем и вот ну и призываю вас присоединяться и в церквях передавайте привет всем верующим вот православных реформаторов обновленцев вот и присоединяйтесь к молитве обязательно пусть бог благословит вас кстати завтра завтра тоже планирую записывать проповедь получится не получится можете на ю тубе набрать сергей журавлев молитва за иерусалим там есть какой-то год не помню какой год ну там несколько лет назад в орле как раз запись делалось вот и она есть на ю тубе на моем канале ю туба поэтому можете посмотреть я там как раз все рассказываю больше так разъясняю как раз вот например их и жизненных примеров из библии примеров привожу благословляя вас возлюбленный брат шаббат шалом да благословить и сохранить тебя до призрит на тебя господь лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса да аминь шалом шаббат шалом